Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытый диалог». Как всегда в нашей студии интересные гости и актуальные темы. Сегодня с нами Сергей Александрович Беляев, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберца. Сергей Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Для начала расскажите, пожалуйста, немного о себе и о своем опыте депутатской деятельности. Добрый день, уважаемые жители! Родился я в городе Люберцы. Жили мы сначала на улице Мира. Семья у нас многодетная. Потом получили квартиру на улице Перепанковский проезд. Учился я в гимназии в 44-й на улице Колораж. Занимался баскетболом в Спартаке Риберецком, в Доме культуры города Люберца. Занимался музыкой. Среднее образование получил в Москве в профильном лицее. Дальше поступил в Московский государственный технический университет имени Баумана. Я получил высшее образование в 2007 году. Профессиональная деятельность начала заниматься в 2005 году. Вместе с братом мы организовали фирму в строительной отрасли. На сегодняшний день фирма работает и проводит различные работы на территории нашего округа и Московской области. В 2011 году интерес к общественной работе привел меня в команду депутата Верховых Елена Анатольевна. Я стал ее помощником. И вот с 2011 года началось то время, когда я стал больше вникать в общественно-политическую деятельность нашего региона. Проходили встречи с жителями. Мы знакомились с общественно-политическими организациями, с советами ветеранов, с обществами инвалидов. И с 2011 года общественная работа меня как бы закрутила, могу сказать так. В 2012 году в районе организовалась молодая гвардия Единой России. И я отвечал за поселок Томилино. И когда вопрос подошел к выборам в 2015 году, немножко поменялась система выборов. В Томилино в 2015 году депутатский корпус избирался по догомандатной системе. У нас было пять депутатов по четырем избирательным округам. Я свою кандидатуру выдвинул. Потому что микрорайон Птицефабрика. Потому что и меня жители знали. И я уже много работы провел. Мы как молодая гвардейца делали разные поздравительные открытки. С ветеранами. Выезжали к ветеранам, поздравляли. Участвовали в мероприятиях поселка. И когда в 2015 году решил выдвигаться, конечно, меня жители знали. Я знал микрорайон. И мне как-то было проще. Победил на выборах в 2015 году. В 2015 году стал депутатом по округу. И с 2015 по 2017 год в поселке Томилино проводилась плановая работа. Мы работали в тесном взаимоотношении с администрацией, с жителями. Конечно, это тоже комплексное благоустройство, как мы делаем сейчас. Могу сказать, что округ очень компактный, интересный. А какие территории охватывает этот округ? Территория – это почти вся территория поселка Томилино. За исключением частного сектора. И территория города Люберцы. Это у нас улица Строителей, Южная, Космонавтов, Перопанковский, Пресс-эльтрификация. Но настолько территория, можно сказать, взаимосвязана между собой. Потому что когда мы проводили предвыборную кампанию, встречи с жителями, у нас восьмая школа находится вдоль Егорьевского шоссе. И много жителей, которые живут в микрометельцефабрике, они вводят своих детей именно в восьмую школу. Когда мы там встречи проводили, нам жители говорят, мы вас знаем, вы же депутаты Томилино. Так же и в девятой школе, так же и во второй школе. Многие нас, жители, там уже знали. Ну и вообще, вы знаете, территория Томилино-Люберц. Здесь никогда же, мы и в детстве не знали этого различия. Вот я помню, что мы жили на Первом Панковском проезде, мы ходили на Союзный урожай с родителями в выходные дни кататься на каток. Мы никогда не говорили, где Томилино, где Люберц. Мы говорили, да, Люберцы, Люберцы. Всегда у нас было одно понимание. Мы живем в городе, в районе. Поэтому территория мне понравилась шестого округа. У нас, если посмотреть по численности, 18 тысяч жителей относятся к численности поселка Томилино, а 10 тысяч – это Люберцы. То есть, получается, две трети жителей – это жители Томилино. Очень рад, что на сегодняшний день у нас наша команда работает по шестому округу. И депутатский корпус, есть два депутата со стажем. Это Михаил Васильевич Зимарин, Андрей Алексеевич Комардин. Мне приятно с ними работать. Мы много проводим времени вместе, решаем вопросы развития нашего округа. Эти депутаты, которых знают люди, которые люди доверяют, они известны по конкретным делам. И получилось, что Андрей Алексеевич был депутатом в городе Люберцы, Михаил Васильевич и Автомилино. Мы наш округ, можно сказать так, комплексно закрыли. Система многомандатная мне нравится больше. Мне кажется, она более интересна в работе. Потому что, если мы берем микромтицефабрику, у нас есть стадион урожая. Это такая визитная карточка нашего микрорайона. И, конечно, мы должны развивать этот строительный комплекс, строительный объект. Спортивный, извиняюсь, объект. Потому что в том году мы реконструировали беговую дорожку. Сейчас, в этом году, мы сделали входную группу. То есть, конечно, когда спортивный объект есть, его нужно развивать. Когда есть социальный, культурный, допустим, объект, его нужно развивать. И когда депутаты работают по округу, не по конкретной своей территории, а по округу в целом, система дает больше, мне кажется, эффект. И мы не тянем отдела на себя, мы работаем на благо развития нашего округа. Поговорим поподробнее позже о непосредственной работе, как говорится, в поле. На прошедшем открытом диалоге с Сергеем Антоновым он рассказал о депутатских комиссиях, которые были сформированы, если не ошибаюсь, их шесть. Расскажите, пожалуйста, о комиссиях, в которых состоите вы, и чем занимается. Первое, я так понимаю, это по финансовой политике, да, как полностью? Комиссия у нас называется по бюджету, вопросам бюджета, экономической, финансовой политики, экономики и муниципальной собственности. Много охватывает? Охватывает большой спектр вопросов, но если мы обратимся к со-31 федеральному закону, у нас в 31 федеральном законе написано, что к вопросам местного значения первым пунктом относятся как раз составление и рассмотрение проекта бюджета и утверждение исполнения бюджета. Чем мы сегодня и занимаемся, кстати говоря, у нас комиссия проходит сейчас практически каждый день. Мы рассматриваем бюджет, бюджет в этом году у нас округа, это первый бюджет округа. Поэтому сейчас важная задача у нас принять, мы 1 ноября 2017 года на заседании Совета депутатов приняли проект бюджета за основу, и Сергей Николаевич Антонов, председатель Совета, отдельно подчеркнул и обратил внимание к СМИ, чтобы мы четко проговорили, что мы проводим публичное слушание. 1 ноября назначена комиссия, которая проводит публичное слушание по бюджету. Мы установили, что принимаем письменное обращение от жителей, от желающих. До 30 ноября 2017 года в аппарат Совета депутатов можно принести письменное обращение от жителей. И также мы устанавливаем, что уведомление от лиц, желающих принять участие, тоже может быть подано до 30 ноября в аппарат Совета депутатов. Также комиссия по бюджету занимается вопросами местных налогов, эффективного использования муниципальной собственности и анализ правильного исполнения бюджета. То есть мы сегодня говорим о том, что в декабре мы должны бюджет принять, а дальше на протяжении всего года мы будем по нему работать, мы будем носить какие-то изменения, дополнения. Эта комиссия у нас состоит из большинства количества депутатов. Если взять другие комиссии, 14 депутатов у нас стоит в комиссии. Представительной комиссии у нас является Уханов Анатолий Иванович. Человек опытный, человек, который уже возглавлял комиссию в городе по бюджету. И сегодня мы работаем над таким важным документом округа. У нас остается немного времени до рекламы. Расскажите, пожалуйста, публичные слушания, зачем они нужны? Я понимаю, она тоже на заседании Совета депутатов, на недавнем, приняли положение о том, что они обязательно должны проводиться? Публичные слушания проводятся обязательно. Есть порядок, который мы должны соблюдать. И на сегодняшний день у нас к вопросу местного значения относится довольно большой спектр вопросов. Это и культура, это и спорт, это и образование, это и экология, молодежь. И на публичных слушаниях и сейчас мы рассматриваем бюджет, который формируется по 24 программам бюджета. Дороги, транспорт, ЖКХ, благоустройство, создание беспрепятственного барьера к административным услугам, государственным муниципальным услугам, это МФЦ. То есть в бюджете мы должны заложить деньги на все программы, чтобы поддержать тот уровень, который есть сейчас, и в будущем году постараться по ним к направлениям выйти на более высокий уровень. И на что же большая доля средств пойдет? Большая доля средств на образование. У нас туда уходит более 5 миллиардов рублей. Дальше у нас идет благоустройство, дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, вопрос важный, спорт обязательно, культура. Также мы поднимаем вопрос энергоэффективности и повышения энергетической эффективности, энергосбережения, социальная поддержка населения, развитие системы отдыха, оздоровления детей. 24 программы. Вот каждый день мы собираемся в аппарате совета, исполнительный орган нам представляет по профильному направлению программу, подпрограммы. Вчера даже отдельно была создана рабочая группа, где мы более детально рассматривали статьи бюджета. И, надеемся, 28-го заключительная комиссия будет, и 1-го декабря проводим публичное слушание. И во сколько они проведут? В 11 часов. В администрацию? В администрацию. Ну хорошо, Сергей Александрович, я предлагаю прерваться на небольшую рекламу. Уважаемые телезрители, напоминаю, вы смотрите программу «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Сергей Беляев, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберца. Никуда не уходите, мы вернемся буквально через пару минут. Мы возвращаемся в студию. Уважаемые телезрители, напоминаю, в эфире программа «Открытый диалог». Сегодня у нас в гостях Сергей Беляев, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберца. Возвращаясь к вопросу о депутатских комиссиях, расскажите, пожалуйста, в какой комиссии вы еще состоите и чем занимается эта комиссия? Комиссия по перспективному развитию, градостроительству и землепользованию. Комиссия занимается в разработке программы социально-экономического развития городского округа Люберца. Отбираются социально значимые инвестиционные проекты и внедряются на территорию округа. И мы контролируем вопрос проведения публичных слушаний по вопросу планировки территории. Данная комиссия у нас небольшая, в нее вошли семь депутатов. Возглавляет ее председатель комиссии Каханый Артем Игоревич. Но я могу сказать, что если депутатов у нас немного, то у нас депутаты профессиональные, связаны со строительством. Артем Игоревич имеет большой опыт в строительстве. У нас также Локтиона Дмитрий Иванович является тоже заместителем председателя Совета депутатов. Также часто ездит в правительство Московской области, где принимает участие в различных заседаниях, совещаниях по вопросу землепользования, градостроительства на территории округа. Многополномочий ушло сейчас в область, поэтому мы должны там представлять наш округ. Комиссия на сегодняшний день мы рассмотрели два, я считаю, очень интересных и нужных нам проекта. Это на улице Новой и улице Хлебозаводском проезде. Там планируется развитие территории, снос ветхого жилья, строительство нового. Не раз отмечалось на комиссии, что данные инвестиционные проекты уже предлагались в Совет депутатов, но не были приняты. И сегодня мы эти инвестиционные контракты приняли, вынесли на заседание Совета. Совет депутатов нас поддержал, решение принято. Проекты включают в себя не только строительство жилья, но также развитие инфраструктуры и строительство некоторых корпусов в системе здравоохранения, модернизация школы, расширение образования. Поэтому контракты инвестиционные, они, можно сказать, проработаны и вынесены. Мы их представили. Еще один вопрос, но он касается уже скорее благоустройства, нежели градостроительства. Вот комплексное благоустройство дворов, оно уже не первый год у нас в городском округе проходит. И я так понимаю, что депутаты тоже как-то этот вопрос отслеживают, контролируют? Депутаты отслеживают. Я могу сказать, что депутаты изначально и формируют частично эту программу. Вот сейчас мы уже сформировали программу на 2018 год. Программа в этом году формировалась немножко по-другому. Было 50% формирования программы по результатам голосования на электронном портале Добродел. И 50% это мнение жителей, депутатского корпуса, администрации. Программа действительно нужная, необходимая. Она пересекается с программой «Мой подъезд». И вот если так взять ситуацию, человек, который живет на квартирном доме, когда он выходит из своей квартиры, он попадает куда? Во двор. Сначала в подъезд, а потом, выходя из подъезда, попадает во двор. Поторопилась, да. И также, возвращаясь вечером с работы, с учебы, с любых мероприятий, он также проходит двор и попадает в подъезд. И сегодня, когда мы благоустраиваем не менее 10%, это программа губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в Московской области, когда мы благоустраиваем не менее 10%, сейчас у нас 67 дворов на 2018 год. И в 2017 году по подъездам 1298, насколько мне неизменно память, такая была цифра. Точно, совершенно точно. Глава Владимира Петровича часто озвучивает. И мы же не просто так ремонтируем подъезды, мы спрашиваем жителей про палитру. Сейчас идет конкурс на лучший подъезд по художественному оформлению. По комплексному благоустройству идет работа следующим образом. Мы не просто ставим площадку, мы планируем территорию. Мы делаем дорожки, мы делаем лавочки, мы делаем песочницы, площадка, скамейки, урны. Также идет освещение территории. Есть подъездные пути, парковки. Нас часто жители об этом просили, чтобы внимание обращали на комплексный подход. И сейчас он есть. И учитывая, что я сейчас работаю в аппарате Совета депутатов, на должности зампредседателя, на постоянной основе, езжу по всему округу. И на некоторых территориях, которые мы объезжали, смотрели, мониторили комплексное благоустройство, и жители подходили к нам уже с другими вопросами. С тем, что благодарили то, что сделано. И просили, вот, посмотрите сюда. Вот здесь тоже надо такой же сделать комплекс. Мы тоже здесь хотим уже в своем дворе комплекс иметь. Хотя рядом расположено буквально через дом такой же комплекс. Но мы хотим здесь. Где-то обратите внимание, что детям построено, а детям постарше уже возраста школьного. Но сейчас мы все это смотрим. Спортивные площадки, коробочки, тренажеры. Данная программа поддержана жителями. И могу отметить, что наш округ на сегодняшний день в лидерах. Неоднократно областные чиновники, областные депутаты говорили о том, что городской округ выполнил программу на 100% в 2017 году. Считаю, что это слаженная работа администрации, депутатского корпуса, когда есть результат такой нашей высокой оценки. Вот тоже вы говорите об общении с жителями, о непосредственной с ними взаимодействии. Вот есть ли какие-то дни приема, обратная связь, когда жители могут прийти и выразить свои пожелания, какие-то проблемами поделиться? Конечно. У нас на сегодняшний день прием жителей проводится на территории Томилина. Это стадион «Урожай» последний четверг месяца. И первый вторник месяца улица Гоголя, дом 19, северная часть. Также аппарат Совета депутатов у нас работает. Есть телефоны. И изначально, когда Совет депутатов избрался, мы обратились в управляющие компании, в МФЦ, в территориальные отделы, чтобы наши плакаты с нашим приемом разместили. И мы это проверили, это сделано. Поэтому где существует большое скопление людей, мы там разместили плакаты о приемах всех депутатов по округу. Недавно мы продублировали в газетных источниках информацию про прием. Но на сегодняшний день, я думаю, что нет такой проблемы, что нас, жители, не могут до нас достучаться. Во-первых, Владимир Петрович Ружицкий каждый месяц проводит прием жителей. И об этом приеме и газеты, и социальные сети всю информацию подают. То же самое мы представлены в социальных сетях. На сайте администрации есть наши доступы в различные социальные сети. Есть телефоны, мобильные, электронные почты. Поэтому вопрос с жителями у нас в городском округе, я считаю, что настолько решен, что мы всегда открыты. И даже если взять наш депутатский корпус, 32 депутата, мы поделили территорию. У нас 8 округов. Но на каждой территории по округам у нас минимум 2 приемных. То есть специально мы садились, разбирали, смотрели, чтобы жителю было удобно, если он затрудняется приехать в здание администрации, на территории в 2-3 местах и проводятся приемы депутатами жителей. Да. И вот всегда ли удается решать проблемы жителей? И с какими вопросами они чаще всего обращаются? Ну, вопросами обращаются, я могу сказать, наверное, сезонно. До 1 сентября были вопросы по устройству в школы и в садике. В основном в садике. Кто-то где-то опоздал, кто-то что-то не успел оформить. К нам обращались. Спасибо Виктории Юрьевны, Бунтин, начальник образования. Мы в тесном взаимодействии. Вопросы мы решили. Где-то надо было перевезти детей. В мае месяце, вот, перед, после весны, после вот такого, когда оттепель прошла весной, да, вопросы, конечно, уборки. Летом покоса. Часто сейчас люди стали обращаться по комплексному благоустройству. Ну, тоже, вот, у меня был запрос в администрацию. Включили мы сейчас в адресный перечень один адрес. Жители просили сделать на их территории площадку поставить. Ну, вот у нас тема с СНТ-ручейком, которую вы знаете. Да, вот как раз хотела про нее спросить. Это, несомненно, тоже. Жители обратились к вам, да, тогда? Обратились к нам, да, СНТ-ручейок находится на Новоризанском шоссе и съехали в сторону области по правую сторону. И участки были распределены еще в 92-м году. Кто работал на Томильской пицефабрике, жителям были эти участки выделены. Многие жители обратились к нам с вопросом выяснения обстоятельств того, что вдоль Новоризанского шоссе проводятся работы по вырубке зеленых насаждений. Значит, пришел новый собственник, показал документы на землю. Мы выехали на место, документов на вырубку не было, документов на строительство не было. Идет наложение участков собственников, членов СНТ, которые были выделены в участки, и нового собственника, участки накладывали друг на друга. Мы сразу, конечно, отреагировали, воротились в администрацию. Сыров Андрей Николаевич, спасибо ему, сразу нас выслушал. Пригласили жителей, пригласили членов СНТ с председателем. Собралась комиссия. По данной комиссии было под протокол записано ряд решений, которые были выданы. Запросы написали и в Мособлгаз, там рядом проходит труба, и в Мособлгаз, потому что был сделан такой варварский методом съезд на Рязанского шоссе. Запросы подали в земельный отдел, в АТИ, мы предупредили участкового. Но я могу сказать, что мы, наверное, все инстанции протрубили. А что он хотел там строить, и как же так получилось-то? Вы знаете, учитывая того, что документов нет, мы не понимаем, что человек хочет строить. То есть до сих пор эта история, по-моему, с лета тянется? История тянется с лета. Я думаю, что через неделю после бюджета мы еще раз к этой теме будем возвращаться, собираться. Но мы на прямой связи, на мобильной связи с председателем, с юристом, поэтому нас тоже держат в курсе. Я думаю, что мы приведем данную тему обязательно в закон, в законное русло, чтобы новый собственник получил все разрешающие документы на строительстве, если он там хочет что-то строить, пусть прорабатывает проект планировки. Это обязательно надо делать, получать разрешение, и непосредственно уже строить то, что ему позволят на данной территории. Так, а если он не сможет получить, или это, ну, как бы он может на законных основаниях там что-то построить, или все-таки, ну, там же все-таки пересекаются, вы сами сказали, участники с участками жильцов. Вы знаете, он может построить, я думаю, что он может построить себе дом, как личное подсобное хозяйство вести, это он, я думаю, может сделать. А что-то коммерческое, что-то уже, я так понимаю, что на сегодняшний день под документом, который у него есть, он это сделать не может. Программа наша подходит к концу. Если что-то хотите, ну, последок пожелать жителям, можете пожелать. Я пожелаю жителям проявлять активную гражданскую позицию, также участвовать в развитии нашего Люберецкого края, беречь то, что делается, информировать всегда депутатский корпус, если есть какие-то вопросы, обращаться. Мы всегда открыты, мы всегда доступны. И, учитывая, что приближается холодный период времени, наверное, беречь себя, беречь здоровье. Спасибо большое, Сергей Александрович. Спасибо. Уважаемые телезрители, напоминаю, вы смотрели программу «Открытый диалог». У нас в гостях был Сергей Беляев, заместитель председателя Совета депутатов городского округа Люберца. На этом наша программа подошла к концу. Смотрите нас. До свидания.